Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Не так давно закончился онлайн-турнир, посвященный памяти чемпиона СССР и неоднократного чемпиона России по русским шашкам Сергея Анатольевича Овечкина. Ну и в этом турнире было много интересных партий. Сегодня я хочу вам показать микроматч, сыгранный мастером спорта Иваном Смурковым с неким Декстером, который занял первое место в турнире, но так как он был не верифицированный игрок, то есть не подтвердил свою личность, то в итоге его сняли. Тем не менее, партии получились интересные, давайте их разберем. Выпала соперникам вот такая жеребьевка дебюта, летающая шашка, белая А3 летит на Б4, черная Д6 летит на А3. Ну в этой позиции БЦ5 играть бессмысленно, черные бьют на Д4, белым лучше побить с перебоем, иначе их позиция может быть окружена. Ну и после перебоя у черных приятная позиция, здесь примерно равная игра. Преимущества у белых никакого. Поэтому в этой позиции лучше играть на поле А5. Ну и далее в партии все обычно играют ФГ5, СД4 тут или ЖФ4, без разницы. Все сводится к следующему варианту, ЖФ6 или ЖР4, тоже без разницы. Белая играют ЖФ4, черная играют ЖФ6 и белые меняются на поле Ж5. Черным надо меняться на поле С5, лучшего нет. Ну и в этой позиции бессмысленно играть БЦ3, но у белых есть отличная реплика ДЦ3. Именно и так сыграл Иван. Обратите внимание, что сейчас в этой позиции есть у черных несколько ходов. ХЖ7, СД6 и ФЕ5. Но ФЕ5 проигрывает сразу, белые играют СБ4 и остаются с лишней шашкой. Так играть нельзя. ХЖ7 сыграл соперник Ивана, этот ход уже не точный. Давайте посмотрим, как Иван получил здесь преимущество. Ж6, ФЕ5. Белые меняются, СД4 приходится бить на С3. И белые бьют две шашки на Б6. Б7, черным надо отыгрывать шашку, АБ2. Бой, БЦ3. Ну и в этой позиции соперник Ивана окончательно ошибся. Он сыграл ЖФ6. Этот ход уже проигрывает. Иван тут же меняется на поле Д4. Ну и выясняется, что играть СБ6, как сыграл Декстер, бесполезно. Так как белые проводят мини-удар. Отдаем одну шашку, затем вторую. И легко выигрываем. Здесь Декстер сдался. Еще в этой позиции был возможен ход ЕД6 или СД6. Тут без разницы, все ведет к одному и тому же. Белые тогда меняются. И бьют на поле Е3. Ну и далее возможен ДЕ7, ЕФ2. ДЕ5, ДЦ5. СД6 играть бессмысленно, так как белые побеждают после размена ФЖ3 и боя назад. И далее ЕД6, ЕД4. Ну и видите, черным некуда ходить на ход ФЕ7. Белые прорываются в дамки. Если же в этой позиции черные пытаются сами прорваться в дамки, то здесь белые побеждают таким образом. ЕД4, СД6, ДЦ3. Бой на Д8, СБ2. Есть много выигрышей, но наиболее простой, мне кажется, вот такой. Играем ЕД4. Ну и в ответ на постановку дамки черными играем ДЦ5. Теперь дамкой играть бессмысленно, так как мы просто играем СБ6 и ведем шашку Б6 в дамке. Тут черным не остановить белых. Если же черные меняются вот таким образом, тогда аккуратно бьем на Д4. Черные бьют на Ф6. Ну и здесь играем ФЕ3. Затем проводим шашку С5 и А5 в дамке. И это окончание выигранное. То есть видите, здесь в любке играть бесполезно, так как дамка черных будет тут же поймана. На ход СД6 тоже самое. Здесь не надо, конечно, играть АБ6, так как у черных здесь будет ничейная комбинация. То есть они отдадут так, затем так. Ну и белым здесь не выиграть. Это ошибка. Сразу же в дамке не надо идти. Играем АСЖ3, так же меняемся. Ну и все сводится к вариантам, которые мы только что с вами рассмотрели. А где же все-таки была решающая ошибка черных? Вот в этой позиции вместо хода ЖФ6, отмечу красным, все-таки была ничья. Для этого надо было разменяться ЦБ6. и здесь все сводится к знаменитой позиции шашиста Швидкова. Далее возможно ЕД2, ЖФ6, белые меняются, ФЖ3. Далее БА5, черные не дают связать себя с поля Б4. АЖ3, ЕД6, ЖХ4, ЦБ4, ЕФ4, ДЦ5. Ну и после нападения ФЖ5, здесь, конечно, правильно играть ФЕ7 с ничейной позицией, а вот ФЕ5 уже проигрывает. Белые отдадут шашку. Ну и после хода АЖ5, здесь у черных везде проиграно. После же хода ФЕ7, белые здесь победить не могут. Они жертвуют шашку и ставят РЖОН на поле Ф6. Черные отдают лишнюю шашку и меняются на поле Ц3. Ну и далее, возможно, ЕД6. Шашку Ц3 ввести на А1 бесполезно, так как белые поймают дамку черных, проведя свою шашку Д6 дамки на поле Ф8. Поэтому черным приходится отдавать шашку АБ2 и идти в дамки СД2 ДЕ7, ДЕ1, ЕФ8. Не буду углубляться в эту позицию. Черным здесь надо еще играть приельно аккуратно, но все-таки это ничейная позиция. На днях сделаю большой разбор гамбитных позиций. Ну и еще раз разберу вот эту позицию Швидкова. Она довольно-таки важная, ее полезно запомнить. А как все-таки в этой позиции правильно было играть? Наиболее четкий план уравнения связан с ходом СД6. Далее возможно Ж6, ФЕ5. Теперь на размен СД4 черные отыгрывают шашку нападением БА7. Ну и тут можно сыграть БЦ7, в принципе, с равной игрой, либо АБ2. Давайте рассмотрим план АБ2. Черные бьют, белые играют БЦ3, и далее все форсировано. ДЕ5, ФЖ3, бой-бой. АЖ7, ЕД2. Фу-ты, все дергается. ЖФ6. Именно такой ход. ЕД6 играть было хуже, так как у белых появлялся размен ЕД4. А здесь, видите, ЕД4 играть бессмысленно. Преимущества не будет. АЖ3 также бессмысленно играть из-за ЕД6. Поэтому остается только меняться. Да что ты. ЕФ4. Бой-бой. Ну и далее возможно ЕД6, ДЕ3, ФЕ5, ФЖ5. Ну и черным здесь уже самим надо форсировать ничью. Проще всего отдать две шашки СД4. Ну и разменяться таким образом с ничьей. Вот это наиболее точный план игры. Во второй партии Декстер играл другим образом. Давайте рассмотрим вторую партию. Он также правильно сыграл БА5. И на ход ФЖ5 здесь уже белые напали. ЖА4. Интересный план игры, но он не дает белым особых преимуществ. При правильной игре черных. Черные поставили кол на поле Ф4. Белые атакуют СД4. Здесь Иван разменялся. БЦ5. Абсолютно равная позиция возникает. Далее рассмотрим примерный план игры. Обе стороны развивают свои сильные левые фланги. БЦ3, ЖФ6. И здесь белые хорошо напали. СБ4. Это хороший ход. Иван закрылся. СД6. Далее АБ2 АЖ7. БЦ3. И в этой позиции Иван разменялся. ДЕ5. Назад. Все еще абсолютно равная позиция. Белые играют СД4. И пытаются как-то окружить шажку. Ф4. Иван играет ЖА6. Ну и видите здесь уже на ход ДЦ5 черные поставили ловушку. То есть они грозят отдать шашку АБ2. Затем сыграть ФЖ3 и ФЖ5. И выиграть. Прорвавшись в дамки. Естественно черные не попадаются в эту комбинацию. И играют ФЕ3. Ну и в партии Иван ошибся. Здесь у него уже был жесткий цитнот. Не более 15 секунд оставалось. Он сыграл Б7. Этот ход не лучший. Правильно было играть ФЖ5 с примерно равной игрой. Далее можно было ну можно привести такой вариант допустим ЖФ2 и ФЕ7. Белые нападают разок. Второй раз пытаются напасть допустим. Ну тут уже можно разменяться вот таким образом. Ну и в ответ на нападение черные здесь могут допустим либо пробежаться в дамки с ничьей либо допустим СБ6 разменяться. Ну возникает равная позиция. Белые здесь победить не могут. Ну в партии Иван ошибся. Мало времени уже было. Сыграл Б7. Тут уже у белых преимущество. Смотрите. ЖФ2 ФГ7 Белые напали ФЕ3 Ну и после хода ЖА6 они играют ЕФ2 и грозят снова напасть с поля либо Ж3 либо Е3. В партии у черных еще была ничья надо было сыграть СД6 а вот ход ФГ5 уже окончательно проигрывает. Белые нападают ФГ3 черным надо защищать свою шашку ДЕ7 и ЕД6 и в партии белые могли очень красиво победить. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. В конце у белых должна остаться шашка на поле С5 а у черных не будет ни одной шашки. Если вы сможете досчитать до этой позиции то вы молодец. Но если не сможете досчитать тогда не молодец. В партии белые могли очень красиво выиграть. Смотрите АБ6 так называемая присоска или контрудар. Ну на А5 бить бессмысленно белые прорвутся на придамочное поле и выигрывают. Поэтому черные еще максимально сопротивляются бьют на Е3. Бьем на А6 черные бьют на Ф4. АЖ7 ФЕ3 Ставим дамку черные пытаются прорваться в дамки но мы жертвуем шашку ходом АЖ3 и здесь все заканчивается известным финалом вилка или штаны. Нападаем на шашку С7 снова нападаем и затем ставим дамку на поле Ф2. У черных единственный ход АБ4 мы нападаем на шашку Б4 черные еще сопротивляются играют АЖ3 бьем на АЖ4 после хода на С3 нападаем по большой дороге. приходится отдавать шашку черные пытаются прорваться в дамки но белые щедро жертвуют свою дамку и видите как раз получился финал у белых шашка С5 а у черных ни одной шашки. Партии белые не нашли вот этот красивый выигрыш они сыграли ДЦ3 белых тоже уже в принципе подкрадывался Цейтнот Иван побил и белые сыграли ДЦ5 далее ЖХ4 ЦБ4 белые поставили угрозу сыграть ЦБ6 и выиграть В партии Иван ошибся сыграл ФЕ3 и этот ход проигрывает тем не менее у белых была довольно таки простая но симпатичная ничья к сожалению у Ивана был Цейтнот и он не смог найти вот эту ничью АБ6 надо было сыграть за счет чего держится позиция черных то есть видите у белых шашка на Х2 стоит очень неудачно а черные захватили поля Ф4 и Х4 то есть когда белые поставят дамку на Б8 она будет тут же поймана поэтому ставить дамку бессмысленно белые допустим сыграют ЦД2 тогда черные играют ЦД4 тут уже ставить дамку надо ну и черные играют ДЕ3 белые бьют на Ж3 черные бьют допустим на Ф2 побили побили и черные успевают захватить большую дорогу с ничьей вот такая ничья была у черных партия Иван к сожалению не смог найти эту ничью и сыграл ФЕ3 белые играют ЦБ6 ну и тут у черных проигрыш партия Иван побил А3 на Ц5 и белые остались с лишней шашкой легко реализовали преимущество ну кстати если бы Иван побил А7 на Ц5 тут тоже у белых довольно таки простой выигрыш белые бьют дамки черным надо играть Е2 белые нападают на шашку приходится ставить на Ж1 видите на Е1 ставить нельзя так как дамка будет тут же поймана и черные проиграют поэтому приходится ставить дамку на Ж1 ну и все форсировано тут смотрите АБ6 черные играют дамкой на Е3 ну и на ход БЦ7 ставят дамку на Ж6 пытаются разменять свою шашку Ж3 но белые им этого не позволяют играют на поле Б8 видите размен сейчас невозможен поэтому черные захватывают большую дорогу белые играют дамкой на поле Ж1 и видите поставили так называемый трамплин то есть грозят отдать шашку Ж1 и побить шашку и дамку черных с выигрышем поэтому черным приходится играть допустим на поле H8 белые ставят дамку на F4 и черным некуда ходить то есть видите срединные поля занимать нельзя из-за трамплина отдаем отдаем шашку Ж3 и бьем шашку и дамку черных а на поле А1 нельзя ставить дамку из-за того что белые строят петлю и возникает оппозиция 2 на 2 с выигрышем белых то же самое возникло бы если бы черные в этой позиции сыграли допустим на А1 белые бы сделали выжидательный ход на С7 видите снова срединные поля нельзя занимать из-за Ж3 а если черные играют на H8 тогда снова играем на F4 снова нельзя срединные поля занимать H3 играть бессмысленно белые выиграют шашку и затем возникает легко выигранное окончание а на А1 ставить тоже нельзя из-за петли друзья если вам понравилось данное видео ставьте лайк подписывайтесь на канал пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания давайте воевать только на шахматной и шашечной доске субтитры субтитры субтитры